Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. В этом видео я расскажу вам, сколько стоит подстричься у топового стилиста, у топового мастера, наверное, так будет более корректно сказать. Здесь, в Италии, я пошла в одну из самых известных, самых популярных и самых дорогих парикмахерцев, потому что я снова ищу себе мастера, я ищу мастера для того, чтобы подстричься. Я в отдельном видео про отращивание волос объясню, зачем я хочу это сделать и как я собираюсь подстричься, ну и также я поняла, что я некомфортно себя ощущаю в таком свете волос. Вообще, я вот таким образом и поехала сегодня в парикмахерскую, вот так я была одета, что называется дорого-богато, для того, чтобы меня восприняли по одежке, потому что я поняла, что когда ты заходишь и говоришь, не более с акцентом, и одета так, как тебе сегодня удобненько, тепло и комфортненько, то, в общем-то, примерно так же тебя и обслужат, примерно так же тебя и проконсультируют. Поэтому сегодня я, в общем-то, принарядилась, так же еще, кстати, потому и скорее именно потому, что сегодня у моего мужа день рождения, мы поехали с ним в картинную галерею. Мы решили, что мы не пойдем в ресторан традиционно по причине того, что мы просто не успеваем пообедать полноценно и пообедать, скажем так, в ресторане, где подразумевается определенный темп обслуживания клиентов, потому что детей надо забирать из садика, из школы. И мы решили с ним пойти в картинную галерею на выставку, запишу отдельное видео, расскажу, расскажу про свое саморазвитие. И сегодня, да, я была одета вот так, скорее все-таки по случаю дня рождения мужа, мне хотелось его порадовать, мне хотелось с ним прогуляться. Пока он парковал машину, я подумала, а зачем бы мне и не, скажем так, потратить это время с пользой и, соответственно, я отправилась в парикмахерскую. Как я советую вам отправляться в парикмахерскую, если вы также ищете своего мастера? К сожалению, да, придется приодеться, принарядиться, но в том, что касается вашего макияжа и вашей головы, вы должны появиться ухоженно, скажем так, возможно, минимум макияжный, но максимально естественно. Я сегодня снова отправилась без макияжа, были накрашены только ресницы, сейчас меня закидают помидорами, скажут, да, это и есть макияж. Хорошо, пусть это и будет макияж, брови были не тронуты, чтобы мастер-колорист мог увидеть базу и волосы тоже были не тронуты. Сегодня очень влажно, сегодня туман такой же, как вчера, это значит, что когда я вышла из машины и дошла до парикмахерской, идти, наверное, не знаю, 3 минуты на каблуках, то есть очень медленно, если даже идти, волосы были уже очень-очень влажные. А когда я вышла из парикмахерской, вообще дождь пошел, мне пришлось даже косыночку на голову надеть, потому что иначе волосы влажные, плюс еще будут мокрые, но совсем никуда. И, в общем-то, я пришла, что называется, с волосами во всей своей красе. Что первое мне сказал мастер? Мастер мне сказал, что для таких волос, как у меня, если у вас такие же волосы, для того, чтобы они не бушились, не завивались в мелкую кудрю, потому что, опять же, мне часто пишут, я напробую ли вот какую-то укладку, так зрители интересно ее называют, но вы должны, зрители, дорогие, понимать, что есть волнистые волосы, а есть кудрявые волосы, есть вьющиеся волосы, вот эти волнистые вьющиеся волосы, а есть кудрявые волосы. Это совсем разный тип завитка. И у меня совершенно точно вьющиеся волосы никак не кудрявые. И та техника, которую вы мне советуете, большое спасибо, она на моих волосах, к сожалению, или к счастью, не работает. Соответственно, я пришла, первое, что мне сказал мастер, что если я не хочу, чтобы волосы вели себя вот такой мелкой-мелкой кудрёй, мне нужно 100% обрабатывать их промышленными средствами, которые специально для этого существуют, это обволакивающие средства, которые позволяют волосам, ну, более или менее, противостоять влажности. Но, как мне сказал парикмахер, я попала к топовому, ну, я, на самом деле, к нему ушла, я только с ним собиралась проконсультироваться. Он сказал, что в том регионе, где мы живём, нам очень повезло, в кавычках, нам, то есть, обладать лицам вьющихся вот таких волос, которые очень сильно реагируют на влажность, но, на самом деле, такая влага, что ты, повторюсь, проходишь несколько метров, и волосы уже влажные, настолько влажный воздух, что, в общем-то, даже эти средства мне помогают. Это вопрос о том, почему я, допустим, не использую промышленные средства, в моём случае, в моём климате, в общем-то, они мало что, мало какой эффективностью обладают. Это первое, что мне сказал мастер. Второе, что он мне сказал, я пожаловалась на то, что вот раньше у него были такие волосы, я всё своим зрительницам рассказывала, отращивайте про шикарное коре, простое шикарное коре, то есть, волосы здоровают примерно до плеч, чуть ниже, возможно, дадут вам возможность укладывать волосы очень быстро, они будут просто сами хорошо ложиться. Я сказала мастеру, знаете, я уже вот который раз в своей жизни отращиваю волосы, но волосы плохо лежат, то есть, мне не нравится, как они лежат, себя на что, в общем-то, мастер и спросил, сколько мне лет, когда узнал, что мне 38 лет, он был очень-очень удивлён, к моей радости. Но тут он сказал мне совершенно однозначно, что после 40 с волосами проблемы только увеличатся, то есть, волосы меняют свою структуру, я, на самом деле, не помню, как точно он это объяснил, потому что я была в шоке, услышать от того, что будет только хуже, то есть, лучше не будет, даже если я полностью оттащу свои здоровые родные волосы, всё, лучше уже, лучше уже не будет. Это второй момент, которым я хотела поделиться, и что интересного я узнала. Третий момент, мне совершенно точно было сказано, если мне, на самом деле, повезло с мастером, который меня консультировал, ну, в эту парикмахерскую я ходила два года назад, и тоже об этом видео записывала, мне, в общем-то, сказали, что какой бы щадящей техникой меня не покрасили, ну, это очевидно, тем более, если речь идёт о том, чтобы выходить на хотя бы два тома светлее, то будет то, что будет, что называется, поэтому, в общем-то, здесь никаких иллюзий у меня быть не должно. Красивый цвет, да, мне сделают, а он будет держаться, да, если мне сделают профессиональную работу, но то, что это скажется на состоянии волос, совершенно точно. Это, соответственно, вот то, что я должна только, я должна решить на одной чаше весов цвет, которые, возможно, мне будут больше идти, на другой чаше весов состояния волос, которые, возможно, меня будут очень-очень портить, и, честно, я ещё пока не решила. Итак, в Италии очень интересно происходит разбивка счёта, потому что ты всё можешь, как клиент, увидеть, и самое главное, ты от каких-то услуг можешь отказаться. Я для того, чтобы волосы не травмировать, всегда отказываюсь от укладки, потому что я даже рассказывала, как должен мастер, согласно Ватану Болотову, держать фен относительно щётки, на которой делается брашинг, и не все это делают. Я прямо-таки замечала, обжигают волосы очень сильно. Чтобы не следить, чтобы себя, прежде всего, не стрессовать за собственные деньги, ты в денежки заплатила за укладку, и потом сейчас смотришь, как же тебе там волосы сушат, пересушивают их, не пересушивают, пережигают, не пережигают. Я отказываюсь от укладки, в общем-то, с влажными волосами выхожу. Благо, у меня волосы очень тонкие, пока я рассчитываюсь, пока одно, другое, третье, смотрю в зеркало, в общем-то, волосы у меня и высыхают. Итак, помыть шампунем, как будто бы я могу отказаться от шампуня, сказать, слушайте, помойте мне просто водой, пожалуйста, либо вот я кусочек мыла принесла, помойте мне. В любом случае, шампунь плюс укладка стоит 19 евро, что, в общем-то, вполне нормально. Это к вопросу о том, почему итальянки имеют красивые укладки, красивые прически, когда я их снимаю, фотографирую. И я, возможно, в начале видео сказала, возможно, и забыла, что как раз-таки эта парикмахерская, она находится в том проулке, где я часто снимаю своих героинь, я сама не сразу поняла, что они как раз-таки оттуда зачастую с укладками, это как раз и выходит. И выглядит действительно очень-очень красиво. 19 евро, мне кажется, это более чем нормальная и допустимая цена за, повторюсь, то, чтобы тебе волосы помыли, какой-нибудь, наверное, массажик сделали, и, соответственно, волосы вложили. Поэтому, да, подаванки, которые хорошо одеваются, которые обеспечены тем или иным образом, они, конечно же, могут себе позволить. Стрижка у топ-стилиста будет стоить для меня 31 евро. Обычно стрижка варьируется на длинных волосах, либо на более коротких волосах. У меня, наверное, вот какая-то такая промежуточная длина, то есть волосы не длинные, но и не короткие. Для меня стрижка будет стоить 31 евро. Стайлинговое средство 4 евро. Я думаю, что здесь подразумевается средство, которое предотвращает от термоповреждения. А посмотрите, как интересно. Я разговаривала про окрашивание, и речь шла о шатуши. То есть меня предлагали окрашивать шатушем. Это специальная техника нанесения. Но почему-то мне поставили вот в превентиву, то есть в счет, который рассчитывает мне стоимость услуг. Почему-то мне поставили калифорнийское аннилирование. Это другая техника. Она считается более быстрой. Кстати, я сегодня задала очень умный вопрос. Я не просто спросила, на каких оксидах вы будете меня окрасить. А открытая техника, либо закрытая, техника открытая. То есть волосы ничем не укутывают, ни фольгой, ни пленкой. То есть открытая техника. Открытая техника – это всегда более инновационная техника. Она требует большего мастерства. Она требует особых продуктов для открытых техник. И она также требует большего мастерства, потому что очень быстро сохнет продукт, которым работаю на волосах. И это, скажем так, дорогая техника, затратная, потому что высыхает просто. Кстати, очень часто закрывают волосы фольгой, либо пленкой, именно для того, чтобы продукт не высыхал, чтобы его не обновлять. Это, скажем так, то, на чем экономит стилист. А вот открытая техника, она подразумевает постоянное обновление продукта, пока происходит процесс оксидации, если не ошибаюсь, так на русском он называется. А дальше за 45 евро тонирование, что обязательно должно происходить. На мой взгляд, вот насколько я знаю, интересовалась эта тема, тонирование, чтобы не просто цвет получить красивый, нет, а чтобы те пустоты, которые образовались, покрыть цветом, и, соответственно, чтобы волосы и выглядели лучше, и не ломались, необходимо обязательно тонировать обесцвеченные волосы. Но, насколько я знаю, тонировать обесцвеченные волосы нельзя в один и тот же день. Можно сделать какую-то промежуточную тонировку, отпустить клиента, потому что мы помним, что в один день работы процент оксидации не должен превышать 12%. Кстати, вот я об этом не спросила, только сейчас увидела, что тонировать мне будут в этот же день. И, соответственно, вот это меня смущает. Наверное, я не пойду к ним краситься. Олоплекс, ну, если верить в Авартану Бола, то все, что мы добавляем в процесс окраски, в момент, точнее, окраски, вот в эту смесь, а кто не знает, Олоплекс, это какая-то инновационная, на самом деле, лет 5 назад как инновационная, до сих пор не знаю, инновационная или нет, способ, средство добавить в процессе окрашивания, вот этот Олоплекс, который то ли позволяет не сжигать волосы, то ли позволяет их напитать чем-то. Это, в общем-то, тема, покрытая мраком, мы не знаем, даже если достоверно пойдем на сайт Олоплекс, написано там правда, либо что-то приукрашено, но многие салоны работают на Олоплекс, добавляя его непосредственно в краску, непосредственно замешивая в момент приготовления состава, это может быть обесцвечивающий состав, а может быть просто красящий состав, и это стоит 30 евро. Для сводки вам скажу, что сам бутылечек для домашнего ухода стоит в салоне 54, на Амазоне, если вам посчастливится купить неконтрапактный продукт, он обойдется вам дешевле, чем 30 евро. Здесь же вот буквально несколько грамм продукта, возможно, 2 столовые ложки, я сейчас не буду говорить, сколько точно его добавляется на мою длину Олос, потому что я этого не знаю, не помню, хотя уже красилась Олоплекс, могу сказать, что особой разницы я не заметила, но тем не менее Олоплекс стоит 30 евро, от него можно отказаться. Говорить не надо мне Олоплекс, я вам не верю, я тут сама блогер, сама все лучше всех знаю. Кстати, сегодня была очень интересная ситуация. У меня уже в жизни такие ситуации складывались, когда я могла сказать, что я блогер, и, соответственно, разрешить ситуацию в свою пользу, несколько больше, потому что инфлуенсерство от него никуда не деться, люди знают, что такое инфлуенсерство. И, да, что называется, как и встречают по одежке, так же инфлуенсеров, их боятся, их уважают, уж не знаю ли, но боятся совершенно точно. И я, понимая это, никогда не хочу на людей давить тем, что я вот блогер, у меня вот столько подписчиков, а скоро будет еще больше серебряная кнопочка не за горами, и разбор гардеробной тоже на 100 тысяч подписчиков на серебряную кнопку, как я и обещала. Соответственно, я стараюсь просто решить вопрос аргументами, разговаривая с людьми. Но сегодня был исключительный случай, я, в общем-то, представилась, сказала, что я блогер, и что моя работа связана с тем, как я выгляжу. Я также сказала, что меня очень сильно критикуют за мои волосы, что меня, в общем-то, обвиняют даже в том, прям так и сказала, что я на своих волосах и внешности экономлю. И я, в общем-то, сказала, что мне не нужны ни скидки, ни какие-то бесплатные продукты. Я сказала, что я блогер только для того, чтобы вы представляли, что мне важен результат окраски и стрижки. Не две недели после окраски, а все шесть месяцев после окраски. То есть для меня очень важно, как я буду выглядеть, потому что я записываю видео, сказала, практически каждый день. Ну и, соответственно, я расскажу о том, где я это делала, как я это делала и, в общем-то, намекнула, намекнула деликатно, какие последствия могут быть, если работа выполнена, ну, не очень качественно, как могла бы быть выполнена и так далее. Ну, я умею деликатно сделать. Тем более, когда ты вся в розовом-розовом пальто, тебя обычно слушают внимательно. Ну и, в общем-то, последняя позиция, 8 евро, что это? Это масочка. То есть вот вам волосы обесцветили, а потом масочку наложили. Зачем? Затем, чтобы вы никогда не поняли. Вдруг вам волосы сожгли, пережгли, вам масочку накладывают. Потому что, по большому счету, да бесполезно все это. Вы волосы и так травмировали, никакая маска им не поможет, по крайней мере, сразу в моменте нанесения после. Но сделает визуальный эффект таких волос, как будто бы действительно все шелково. Если вы потом еще позволите себе сделать укладку, тем более заплатите 4 евро за какое-нибудь средство стайлинговое, которое якобы защищает, и якобы... Вот опять я в самоиронию, иронию и так далее, в стеку какой-то ухожу. Но я не могу на это спокойно смотреть, потому что я очень много знаю, как у того героя, да, горе от ума случается иногда. Так вот, когда вам еще все эти стайлинговые средства предложат, то, в общем-то, вы выйдете с прекрасными волосами. Шелк, шелк будет у вас струиться по плечам, если они достают, если мастер вас не укоротил вам этот шелк. Ну, в общем-то, вот такой вот счет. Наверное, на этом не стоит с вами попрощаться, а то я опять начну комментировать. Поэтому вот такая печальная, в общем-то, история. Хочешь, на самом деле, волосы свои привести в порядок, и тут какие-то странные позиции возникают, и на все твои вопросы не отвечают. И, в общем-то, ну, как всегда, мы живем в мире потребления. Сегодня тебе сделали, ты за услугу заплатила, а что будет с тобой завтра, послезавтра, в общем-то, никому не интересно. Вот столько стоит пойти в топовый салон в Италии. На мой взгляд, это приемлемая, более чем приемлемая цена. Тем более, если окрашивание действительно выполнено топ-мастером, который ездит на различные соревнования, на различные конференции, на различные повышения класса по повышению квалификации и так далее, и так далее. И, в общем-то, это, мне кажется, достаточно неплохая цена. На этом с вами прощаюсь. Желаю всем красивых волос. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.